Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о кресле из ассортимента мира автокресел магазина. Этот бренд относительно недавно появился в мире автокресел. И поэтому я хочу вам о нем рассказать. Это польский бренд. Бренд называется Lionel. Сама модель называется Sander. Это кресло интересно тем, что оно действительно универсальное. Оно включает в себя все категории с нуля до 12 лет. То бишь вам вообще не нужно будет менять ни разу кресло. И насчет того, что оно польское. Многие не очень любят Польшу. Я раньше сам тоже не очень так носился к Польше. Потому что много было очень некачественного товара на рынке польского. Но в то же время и был неплохой товар. Но сейчас польские бренды, и Lionel в том числе, реально подтянулись. Сделают продукцию, не уступающую европейским брендам средней категории. В премиум сегмент, конечно, они не лезут. Но в целом очень-очень годный вариант за свои деньги. Плюс оно очень универсальное. Вот. Поэтому сегодня я вам покажу, как им пользуются. Что оно у себя представляет. Как его крепить. И в конце небольшое свое мнение. Соответственно, ребенок маленький. Крепим его сначала против хода движения. Это кресло с изофиксом и с якорным ремнем. Но можно и ремнем тоже крепить. И по ходу движения, и против ходу движения. Так, смотрите. Чтобы установить нам кресло. Естественно, нам нужно развернуть его против хода движения. И сделать его вот таким вот горизонтальным. Против хода движения ребенок едет только вот в этом положении. Сидеть нельзя. Ну, у новорожденной, конечно же, там никаких сидячих положений и нет. Так. В принципе, смотрите. Что еще интересного есть в этом кресле. В плане изофикса. Я такой системы никогда не видел. Один и тот же изофикс используется и против хода, и по ходу движения для установки. Обычно это само кресло как-то поворачивается, база застегивается, ну или крутится. Что-то в этом духе. Здесь же после уникальным путем такая задвижка отодвигаем и переставляем ее на другую сторону. Знаете, в древности были такие мосты. Да и сейчас где-то встречаются. Когда он короткий, просто он переставляется. Соответственно, перекинули с одной стороны на нужную вам сторону. Сейчас нам нужно против хода. Соответственно, вот, переставили и устанавливаем. Так, установили. Соответственно, сейчас мы видим, что мы установили его против хода движения. Все, вот так вот дожали. После чего вам нужно установить обязательно якорный ремень. Видите, здесь огромный запас якорного ремня. На любой автомобиль хватит, даже если у вас этот крючок где-то в конце багажника длины хватит. Вам нужно обязательно установить якорный ремень сзади, чтобы были две точки крепления. Нижняя и верхняя. Это обязательно. Кстати, посмотрите, еще сейчас я покажу, как можно это все продублировать ремнем. Берем ремень, вытаскиваем его полностью. Нижнюю часть ремня пропускаем вот здесь. Здесь, смотрите, можно будет так вот застегнуть. А верхнюю часть ремня вот так вот пропускаем. Видите, да? И вот здесь вот есть специальные направляющие, в которые пропускаем ремень. Вот таким образом у нас есть точка крепления здесь и здесь. То бишь нижняя и верхняя, как вот с изофикс и якорный ремень. Можете и якорь, и изофикс, и ремень. Все, что есть, все использовать. Вот, в принципе, здесь ничего сложного. Под ребеночком это вот ремень. Не думайте, что он на ребенке. Под тканью, в принципе, можно под накидочкой провести. Так, это что касается установки кресла против хода движения. Давайте теперь я его установлю по ходу движения. И мы поговорим непосредственно о самом кресле. Так, вот, собственно, по ходу движения, как оно выглядит. Для маленького ребенка здесь использован вот такой вот вкладыш. Я имею в виду для совсем маленького, новорожденного. Подрастет ребенок, можно убрать. Также для него же есть и мягкая накладка в подголовнике. Она тоже, видите, на резиночке легко убирается. Поэтому подрастет ребеночек, можно просто его убрать. Все, вот так мы едем по ходу движения. Все очень просто и понятно. Вот, видно вам хорошо. Вот, соответственно, крепим его также на изофикс. Этот интересный изофикс. Перекидываем. Выдвигаем. Застегнули. Застегнули, в принципе, можно задвинуть. Наклон спинки, по большому счету, никак не меняется от этого. Вот, опять же, используем якорный ремень, не забываем. Можно и, опять же, продублировать обычным ремнем. Чтобы прикрепить обычным ремнем, вот сюда просовываем ремень, предварительно вытянув его, конечно, до конца, просунув его сюда, видите, да? Вот, здесь мы его достаем и защелкиваем. После чего просто натягиваем. Можно продублировать изофикс, ремень, якорный ремень. Поэтому все возможные виды крепления сразу вы получите. По комфорту ребенка, что хочу сказать. Кресло широкое, удобное и с очень неплохим углом наклона. Вот, по углу наклона, в принципе, вот мы сидим полностью. Да, вот у нас есть положение отдыха. Этого угла достаточно, чтобы ребенок уснул и голова вперед не падала. При движении вперед нельзя сильно лежать, это небезопасно. Соответственно, по наклону все понятно. По тканям. Ткань обычная, простая ткань. Я не могу ее назвать какой-то там супер навороченной. Простая, мягкая, приятная ткань. Главное, тактильно не раздражает ребенка абсолютно. Что мне очень понравилось, она мягкая. Сидушка мягкая, спинка мягкая, подголовник. Все очень мягкое. Вот, с этим все нормально. Так, что касается перевозки ребенка. Но пока маленький, мы крепимся пятиточными ремнями. До метра доросли. Убираем эти ремни и крепим уже ребенка взрослым ремнем. Как вот врослый человек себя крепит. Все вот так вот. Закрепили. И здесь в подголовнике есть специальный направляющий для ремня. Напоминаю, ремни вытащили отсюда. Вот. Вот так вот крепится взрослый ребенок. Из-за того, что вот уже взрослый ремень, и наклон большой здесь не допустим. Потому что, если мы наклоним сильно, ремень взрослый попадет на горло. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Так, по крепежу мы, в принципе, с вами разобрались. Как крепить ребенка, большого, маленького. Здесь все понятно. Что касается безопасности, это кресло имеет европейскую сертификацию. И прошло обязательные, подчеркну, обязательные краш-тесты. Вот. И, соответственно, доверять ребенка этому креслу можно. Поэтому, в принципе, если мы посмотрим, то, сколько оно стоит, что оно себе вообще представляет, какое оно универсальное, по большому счету, то получаю вполне себе годный продукт. За относительно, в нынешних реалиях, скажем так, с нынешними ценами, с курсом, да и вообще, в принципе, что происходит, сами видите. Это хорошая, нормальная цена, соотношение цены-качество, я имею в виду. Вот. В принципе, по креслу добавить мне больше нечего. Я считаю, неплохой вариант, если что-то очень универсальное ищете, с хорошей группой 0.1. Действительно, мы уже много здесь, в мире автокресла, продали таких кресел. И людям нравится, когда мы, в мире, маленьких детей, действительно, неплохая посадка. Абсолютно. Поэтому, как вариант, присмотритесь. Добавить больше нечего. И хочу сказать, если вы что-то подчеркнули для себя в этом видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это очень полезно для меня. Это мотивирует меня делать для вас больше обзоров. Большое спасибо миру автокресел за то, что предоставили на обзор Лионелла Сандер. Вот. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго. Спасибо.